СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ Стоп, они дверь открывают. СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ ДЕВОЧКА КАКАЯТО СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ СЕРГЕЙ ИВАНОЧ Вот последний это СЕРГЕЙ ИВАНОЧ Три человека, они трех людей в машину засунули. Ну одна девочка точно сотрудница, второго человека я не знаю сотрудник или клиент. В смысле? СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ Смотри. СТРЕЛЬБА В БЕЛЬЦАХ 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 Согласно годовому отчету АПИ, размещенному на сайте организации в 2023 году Ассоциация независимой прессы, выступив с десятью заявлениями, увидела нарушение свободы слова и ограничения прав журналистов только в действиях политиков и руководства Гагаузии и Приднестровского региона. Генерального примара Кишинева Иона Чибана, который, цитируем, инициировал кампанию запугивания прессы, освещающей проблемы столицы. Также АПИ осудила примара села Костеште, ограничившего доступ к информации, представляющей общественный интерес, министра сельского хозяйства Владимира Болю за нецензурные выражения в адрес журналиста и поведение экс-премьера Иона Кику по отношению к репортеру издания «Зиарол Дегарда». Впрочем, если исходить из недавних заявлений исполнительного директора Ассоциации независимой прессы Петра Маковея, закрытие властями целого ряда телевизионных каналов и блокировку десятков сайтов, АПИ считают не нарушением свободы слова и прав журналистов, а заботой о молдавских гражданах. Что отличает Молдову и конкретно Гагаузскую автономию Республики Молдова от других стран, это очень низкий уровень критического мышления граждан. Люди в причину своих, я не знаю, стихных симпатий или антипатий, они просто отключают иногда свою способность к критическим мыслям. Я не говорю уже, что совсем отключают мозг. По логике вещей, такая организация, как Ассоциация независимой прессы, должна находиться в оппозиции к любой власти и внимательно следить за тем, чтобы власть не ограничивала такие основополагающие демократические права и свободы, как право на свободу слова, право на доступ к информации и право на свободу выражений. Однако АПИ не только закрывает глаза на все, что сегодня делает официальный Кишинев в этом направлении, но и еще фактически работает на власть. Так, исполнительный директор АПИ Петро Макове является членом Совета недавно созданного Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией. Цель этой госструктуры, чтобы в информационное пространство попадала только нужная власти информация. Все, что действующая власть не устраивает, это дезинформация, информационное манипулирование, иностранное вмешательство и пропаганда Кремля. Я не стал обобщать, Виталий, но статистика доказывает, что есть больше ресурсов на русском языке, которые распространяют дезинформацию, чем на румынском языке. И на румынском языке их достаточно. Это только свидетельствует о том, что люди, которые хотят вести нас в заблуждение и, грубо говоря, использовать нас с вами, уважаемые зрители, они очень адаптировались ко многим вещам, и они сейчас ту же дезинформацию распространяют на очень многих языках. Но вряд ли стоило ожидать, что АПИ Петру Маковея будет занимать хоть какую-то критическую позицию по отношению к президенту Майосанду и правящей ПДС, учитывая источники финансирования этого НПО и то, что АПИ активно участвовала в политической раскрутке Майосанду и ее предвыборной кампании. Вот, смотрите на СтопФалс. Эта программа Ассоциации независимой прессы целый день занимается чем? Дискредитирует все правильные СМИ, всех политиков левоцентрического толка, государственников, православия и так далее, и обеляет Майосанду. Раз. Я нашел где-то 40 таких, просто времени нет. Майосанду. Опять фалс. Майосанду оставила бюджетников без зарплат. Опять оказывается фалс. Господи, Майосанду аменинску блокари астенси финансари. Майосанду, значит, угрожает заморозить внешние финансирования. Это тоже ложь, понимаете? А вот еще одна ложь с точки зрения СтопФалс МД и Ассоциации независимой прессы. Оказывается, Майосанду не фаворизировала свои три НКО распилить 1 миллион долларов от Сороса. Это был 2014-15 год. Я напоминаю СтопФалсу еще раз, и я принесу документы, если хотите, что тогда 600 тысяч долларов распилили три НКО. Институту деполитич публичи Барбароши, каталактика, щипродидактика. Тот сконектат сломай ассанду. Согласно годовому отчету Ассоциации независимой прессы, в 2023 году ее бюджет составил более 900 тысяч долларов, или 16 миллионов 291 тысячи леев. 13 миллионов из них были получены от внешних доноров. Среди основных спонсоров Ассоциации фонд Сороса, немецкий фонд Фридриха Наумена, посольство США, организация Freedom House, американский национальный фонд в поддержку демократии и другие. Так, в прошлом году Ассоциация независимой прессы освоила более 263 тысяч леев, предоставленных Евросоюзом, через немецкое агентство международного сотрудничества на внедрение проекта информирования общественности и разработка цифровых решений для укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией. Еще 84 тысячи долларов выделил американский фонд в поддержку демократии на проект по поддержке независимых газет в Республике Молдова. Как указано в отчете, финансовую помощь на покрытие возросших расходов на бумагу из-за военного конфликта между Россией и Украиной получили 11 молдавских периодических изданий, членов ОПИ, а также одна газета, не входящая в ее состав. 38 тысяч евро стоил проекта дезинформации, а к дому к дому, в рамках которого рассказывалось о том, как фильтровать информацию, чтобы не попасть в ловушку дезинформации. А Британский институт по вопросам освещения войны и мира выделил ОПИ 35 тысяч фунтов стерлингов на проведение серии тренингов о развитии критического мышления в военное время. Также в прошлом году Ассоциация независимой прессы на 12 тысяч евро от некоммерческой организации из Брюсселя выпустила пять материалов о фактах и случаях российской пропаганды со стороны некоторых представителей православных церквей Молдовы и Грузии. И почти на 9,5 тысяч евро в течение двух лет мониторила гагаузскую общественную вещательную компанию ГРТ с целью оценки соответствия контента правовым и этическим нормам. Деньги на эти цели предоставило агентство США по международному развитию УСАИД. С 2022 года портал Ассоциации СтопФалс стал партнером МЕТА, а именно сертифицированным верификатором данных. Если СтопФалс оценивают публикацию как фейк, его размещают ниже в ленте новостей, значительно уменьшая его распространение. Может дойти и до сокращения базы пользователей и запрета размещать рекламу в сетях Facebook и Instagram. В Камрате перед зданием внутреннего территориального таможенного поста прошла акция протеста против действий властей, которые, как считают протестующие, под различными предлогами затягивают растаможивание оборудования для строительства бесплатного парка отдыха и развлечений Гагаузия Лэнд. Хватит издеваться над Гагаузией. Башкан строит, Санду ломает. Санду не трогай детские мечты. Требуем уважения к Гагаузии. С такими плакатами вышли жители Гагаузского региона на манифестацию в поддержку строительства парка развлечений Гагаузия Лэнд. Чтоб дети качались вот на вот таких качелях, ржавых и старых. А нам вот этого нам желает. Вы согласны? Да! Мы не будем на таких качелях наших детей отправлять. Мы хотим и требуем Гагаузия Лэнд. Складывается такое ощущение, что нынешней власти чем хуже для народа, тем лучше для них. Что плохого есть, если будет Гагаузия и Гагаузия для детей парк? Это, слава богу, не могильный для радиоактивных отходов, а этот парк для наших детей. Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул в ходе протестной акции заявила, что все препятствия строительству Гагаузия Лэнд создаются по прямому указанию нынешнего руководства страны. На сегодняшний день они сами ничего не строят. Тем же временем они стараются заблокировать и все сделать, чтобы наш Гагаузия Лэнд не был достроен. На сегодняшний день мы отстаиваем право гагаузских жителей. Детей наших заблокировали наши аттракционы, бассейны, все прилагаются к ним оборудование, все заблокировано, но мы добьемся справедливости и мы требуем уже права наших жителей действовать по нашим правам и полномочиям. Не трогайте наших людей, не трогайте то, что нам принадлежит. И эту Гагаузию Лэнд мы не заберем с собой. Это будет для вас, это новые рабочие места для наших жителей, для молодежи. У нас уже персонал есть, собран. Глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что в Молдове законы не работают и центральные власти действуют по своему усмотрению. Завез оборудование наш агент с Гагаузии, депутат Народного собрания, его фирма открытая, его проверяли все органы уже, ничего не нашли, ничего не регистрируется. Таможня стоит, ответов нет. Шайбы, шурупы ищут, почему они такие, почему не левосторонние шурупы и так далее, вся чепуха, это нельзя и никакого ответа нет. Депутат Народного собрания Валентин Гайдаржи, депутат парламента страны Александр Суходольский и представители сполкома Гагаузии Илья Узун направились к руководству таможенного поставка Мрате, чтобы выяснить, с чем связана задержка груза для Гагаузии Ленд и с требованием проверить законность действий сотрудников таможни. Съемочную группу внутрь не пустили. Никогда не думал, что таможенный орган будет действовать как дубинка, потому что в данной ситуации на те замечания, на те акты, которые были предоставлены таможней, одна из позиций была авторизация, остальные позиции были о поднятии цены, где мы сразу же согласились о поднятии цены для того, чтобы в бюджет заплатить еще дополнительные деньги, а на позицию по авторизации мы сделали тоже все бумажные запросы, все, как они сказали, но это только затягивает растаможку этого товара. Мы, как импортер, гарантировали, что этот товар, эти позиции с шести насосами будут установлены на объекте Огузленда. Экспортер, турецкая сторона, тоже расписала, что эти товары используются под этот проект и в других проектах не могут использоваться, то есть это товары не стратегического назначения. Мы видим, что здесь принципиально, искусственно затягивание сроков. Мы предупредили, что на наш взгляд они нарушают закон Республики Молдова и действуют в рамках не закона, а по просьбе партии ПАС. Время придет, они будут отвечать. Мы обратились в данный момент в устной форме, вот у меня готов в письменной форме диктатский запрос также, который будет адресован в таможенную службу, чтобы разобраться в данной ситуации. Я уверен в том, что мы в любом случае растаможим данные товары, но обращаясь к жителям Гагаузии и жителям Республики Молдова, знайте, что Гагаузия Ленд, парк будет открыт. После переговоров в таможне Суходольский также заявил, что на сотрудников поста оказывается давление и поэтому они настаивают, что импортируемые в страну трубы и насосы являются товарами двойного назначения, для которого действует особый режим импорта и для которых в определенных обстоятельствах может быть введен запрет на ввоз. Мы обратились в таможенную службу за комментариями по поводу требований протестующих, а также, чтобы выяснить, когда будет завершена проверка груза для парка развлечений, с чем связана нынешняя длительная и тщательная проверка. Однако ко времени подготовки сюжета к эфиру не получили ответ. Ранее пресс-секретарь таможенной службы Татьяна Шомпол подтвердила пятому каналу информацию, связанную с ввозом оборудования для парка развлечений Гагаузия-Лэнд. Было получено заявление о помещении товара под таможенный режим импорта и в настоящий момент его рассматривают согласно законной процедуре. На наши уточняющие вопросы, когда поступило оборудование и каков крайний срок завершения этой процедуры, ответа не последовало. Напомним, строительство парка Гагаузия-Лэнд началось осенью прошлого года. Идея открытия крупнейшего на юге страны развлекательного комплекса принадлежит политику Илону Шору. Проект реализуется за счет внебюджетных средств. Открытие парка Гагаузия-Лэнд было запланировано на 1 июня этого года. В руководстве Гагаузии ранее неоднократно заявляли, что сдать в срок объект мешают многочисленные препятствия, создаваемые искусственно по указанию центральной власти страны. У 33-летнего гражданина Молдовы, путешествовавшего в конце июня по Нигерии, выявлена малярия. Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что больной не получил рекомендуемое в подобных случаях лечение. По словам специалистов, это третий случай, ввезенный в нашу страну малярией с начала 2024 года. Медики уточняют, что данное заболевание передается от определенных видов комаров. Признаки заболевания проявляются после инкубационного периода, который длится от 8-10 дней до 3-6 недель в зависимости от клинической формы, после чего появляется высокая температура, озноб, головные и мышечные боли, тошнота. Вместе с тем существуют меры предупреждения и лечения этого заболевания. Своевременное диагностирование малярии способствует эффективности лечения, отмечают медики. В этой связи Национальное агентство общественного здоровья рекомендует гражданам, намеренным выехать в зоны с риском заражения малярией, принять меры по профилактике заражения в соответствии с рекомендациями специалистов. По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшую угрозу представляют малярийные паразиты, распространенные на африканском континенте к югу от Сахары. В селе Сочетены, недалеко от столицы, в разрушенном доме живут пять человек, мать и четверо детей. Все они располагаются в одной комнате, там спят, кушают и моются. Предметов роскоши у семьи нет, они радуются просто свету и не оставляют надежд на достойную жизнь. В возрасте 39 лет Виктория оказалась одна с четырьмя детьми после того, как подала заявление в полицию на своего мужа, который жестоко с ними обращался и употреблял наркотики. Мужчина, помимо того, что вел себя агрессивно, еще и вынес из дома все деньги и теперь суд запретил ему к ним приближаться. Единственный доход семьи Булаш это социальная помощь в размере 4 тысяч леев. Из этих денег Виктория платит в том числе за дом, который снимает у сестры за 500 леев. Живу очень тяжело, только я знаю, каково мне приходится с четырьмя детьми. До следующего месяца у меня осталось 100 леев. Плачу за газ, электричество, покупаю еду, вот и все. Из детского сада мне дают одежду, чтобы собрать детей в школу. Когда есть что продать, иду на рынок. Ничего больше. В тот день, когда мы пришли к ним, Виктория ничего не ела. Все, что она готовила, предназначалось только для детей. Однако, в основном, они питаются в детском саду и в школе. Они хотят поесть что-нибудь получше, но у меня нет возможности. Я покупаю им булочки, но не всегда могу их купить. Какие продукты у вас все есть сейчас? Вот есть два килограмма картошки, пакет муки, больше ничего. Это вся еда на пятерых? Да. Чая у меня тоже нет. Закончился. Молоко взяло у женщины, соседки. Вот и все. Выхожу на рынок, возвращаюсь, готовлю детям. Отсутствие еды и одежды не единственные проблемы этой семьи. Во время дождя или снегопада вода просачивается в дом через дыры в потолке. Зимой тепло, беремся в печку. От этой маленькой? Да. Один парень помог сделать тоже. Когда я получила социальную помощь, я заплатила. И он прополол сорнухи, чтобы змеи не заползали. Смотрите, как дом власть. Хотя заработок у семьи минимальной женщине удалось кое-что отложить на покупку строящегося дома, у которого пока подняты только стены. Если бы хватило денег, они бы сделали кровлю, чтобы как можно скорее выехать из аварийного жилья. Я купила его, но у меня нет возможности сделать что-то еще. И так уже три года. Вы построили его. Вот как я его купила, так он и стоит. Что вам нужно сделать в этом доме? Хотя бы крышу поставить, вставить окна и переехать с четырьмя детьми. Вы видели нашу ситуацию. Несмотря на то, что старый дом вот-вот рухнет, эту семью не покидает надежды на лучшее. Они верят, что наступит день, когда они переедут в новый дом, где будет все необходимое для полноценной жизни. Полиция разыскивает человека, который потерял крупную сумму денег в Кишиневе. Как сообщила пятому каналу пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, деньги 8 июня на одной из улиц микрорайона Старая Почта сектора Рыжкановка обнаружил мужчина. Сначала он пытался разыскать потерявшего их человека самостоятельно, однако из этого ничего не вышло. 28 июня мужчина обратился в правоохранительные органы. Потерявшего просят прийти в инспекторат полиции сектора Рыжкановка и забрать пропажу. В полиции отмечают, что он должен представить доказательства, что деньги принадлежат ему, в частности, назвать точную сумму. Согласно статье 517 Гражданского кодекса Молдовы, пункт 1, если в течение 6 месяцев собственник или иное правомочное лицо не заявили о своих правах на найденную вещь, она передается нашедшему ее лицу на основании протокола. А если впоследствии лицо, нашедшее вещь, отказалось от своих прав, на нее вещь переходит в собственность государства. Лидер партии Шанс Алексей Лунгу задержан сотрудниками правоохранительных органов. Задержание произошло у здания суда столичного сектора Буюкана перед началом митинга в поддержку представителей Блока Победа Башкана Гагаузи Евгений Гуцул и активистки Светланы Папан, которых обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политической партии. На кадрах видно, как полицейские, применив физическую силу, усадили оппозиционного политика в машину. Алексей Лунгу попытался выяснить у сотрудников полиции причину задержания. Скажите, почему меня задержали? Вам все объяснят в инспекторате полиции. То есть, вы меня везете без объяснения? Вы устраиваете цирк. Я устраиваю цирк. Находясь в инспекторате полиции из столичного сектора Баюкана, Алексей Лунгу сообщил, что его задержали на 72 часа. По словам политика, ему не разрешают воспользоваться помощью адвоката. Смотрите подробности в наших следующих выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok